Китай для России и лично для Путина сейчас последний спасательный круг. Путин, режим которого стоит на силе его авторитета, теперь срочно нуждается хоть в каком-то доказательстве того, что где-то в мире его еще воспринимают всерьез. К приезду Си в Москве готовились основательно. За день до встречи глава Кремля опубликовал статью, где помимо псевдоисторических рассуждений были цитаты Конфуция и критика так называемой гегемонии Запада. А в Москве установили приветственные баннеры. И Си не подвел. Напрямую выразил уверенность, что Путин выиграет и следующие президентские выборы. Я знаю, что в следующем году в вашей стране пройдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству Россия добилась значительных успехов в достижении процветания и благополучия страны. Уверен, что народ России поддержит вас в ваших начинаниях. Не помешало планам председателя и решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Путина. То есть Китай официально выразил готовность к расширению сотрудничества с режимом, во главе которого организатор массовой депортации украинских детей. В МИДе Китая призвали Международный уголовный суд учитывать иммунитет лидеров стран, хотя у этой инстанции есть эксклюзивное право такой иммунитет не учитывать. Международный уголовный суд должен занимать объективную и беспристрастную позицию, уважать юрисдикционный иммунитет, которым пользуется глава государства в соответствии с международным правом, разумно осуществлять свои функции и полномочия в соответствии с законом, добросовестно толковать и применять международное право, а также избегать политизации и двойных стандартов. Повлияет ли визит СИВ Москву на запланированный телефонный звонок президента Украины Владимиру Зеленскому неясно, но поведение КНР указывает на предвзятое отношение Киеву, с одной стороны Пекин подает себя как беспристрастного арбитра, который заинтересован в завершении российско-украинской войны. С другой, с начала полномасштабного российского вторжения топ-представители КНР провели 29 контактов с российской стороной, с Украиной лишь 5. По словам экспертов, КНР просто не воспринимает Украину как независимую страну. Китай действительно не определяет Украину субъектом, ну а Си Цзиньпинь не готов мириться с украинским лидерством ни по одному вопросу. И я верю, что украинское руководство имеет четкое понимание, что Китай не является союзником Украины, не будет гарантом украинской безопасности, а любые переговоры с ним — это определенные, нестратегические шаги для того, чтобы собственно показать подлинное лицо Китая и действовать вместе с нашим союзником для сдерживания обоих агрессоров. И хотя война в Украине, несомненно, является центральной темой встречи Путина и Си Цзиньпина, в первый день визита о ней почти и вспоминали. Путин лишь поблагодарил КНР за взвешенную позицию и сказал, что готов рассмотреть мирный план Китая. Традиционно первый день в таких встречах церемониальный. Реальных результатов стоит ожидать сегодня и завтра. По мнению экспертов, Пекин может ограничиться экономической поддержкой или же в худшем случае начать военные поставки Москве. Данила Кобза для телеканала Freedom.